всем привет на связи алексей радонец и сегодня я научу вас записывать видео с экрана делается это очень просто с помощью одной волшебной программки эту программу вы можете скачать сразу под этим видео и и даже не нужно устанавливать сейчас я покажу вам вот тот архив который вы скачаете и вот эта самая программа просто разархивируем ее и у нас имеется вот программа да именно ее мы сейчас будем запускать запускаем программу вот она появилась внизу на панели задач открываем ее вот наша программа и давайте я немножечко расскажу о настройках ну во первых нам нужно выбрать область которой мы будем записывать наш экран первый вариант это какая-то конкретная область сначала вы устанавливаете левый верхний угол а потом правый нижний то есть нажимаете один раз выбирайте один угол нажимаете второй раз выбирайте другой угол а также можно эту область перемещать изменять очень удобно либо вы можете записать весь экран целиком вот вы видите появляется красная рамка вокруг всего монитора либо какое-то конкретное окно окно означает что вы можете нажать выбор окна и выбрать какое-то конкретное окно мы видим она подсвечивается салатовым цветом это удобно например когда вы показываете что-то в интернете и вам нужно записать это окно вот я щелкнул и она выделилась красным цветом будет сниматься только это окно вот я даже перемещаю папку до экран все равно двигается за окном вот собственно параметры записи откуда мы записываем теперь здесь также можно выключить видео хотя это довольно странно поскольку мы сейчас учимся записывать видео с экрана а можем выключить звук но по умолчанию эта программа записывает также и звук с микрофона теперь давайте пробежимся по дополнительным параметрам но забегу вперед для тех кто не хочет никаких параметров кто хочет просто записывать видео здесь есть большая красная кнопка запись просто нажимаете ее и запись начинается для того чтобы остановить вы увидите кнопку форме квадратика в принципе как обычно но сейчас давайте пробежимся быстренько по параметрам открываем вкладку параметры и видим 4 дополнительные вкладки видео звук прочие вид смотрим вкладку видео во первых тут стоит галочка записывать видео алгоритм сжатия видео здесь вы выбираете видео кодек если вы не знаете никаких видео кодеков выберите например microsoft а также формат файла есть ави в мв и айс вы кстати ави стоит автоматически но это самый распространенный формат далее скорость кадров в секунду это сколько кадров будет в секунду в вашем видео которое получится я советую ставить 25 или 24 так как если поставить меньше например 15 то глаз будет различать кадры до всем известно что глаз 24 кадра не различает если их больше то он их тоже не отличает а если меньше кадров то могут быть видны ну такие дергания да то есть глаз будет замечать и еще одно очень важное меню сохранить в папку здесь вы выбираете папку в которую будет собственно сохраняться ваш эфире фильмы и видео которые вы будете снимать по умолчанию это вот такая папка гиперкэм так называется эта программа это для вас ее назвал программа для записи с экрана едем дальше следующая вкладка звук во вкладке звук мы видим устройство с которого предлагается записывать звук в данном случае у нас микрофон и все остальное я бы вам советовал не менять единственное что вам может пригодиться это смещение звука это то насколько звук будет идти позже чем видео иногда это может быть полезно но в моей практике я ни разу это не использовал едем дальше вкладка прочее здесь мы редактируем как будет выглядеть наша мышка мы можем совсем ее спрятать то есть не показывать мышь если уберем эту галочку и на нашем видео мышь записываться просто не будет если хотим видеть мышь на экране то нажимаем указывать мышь далее громкость щелчка мыши сейчас стоит на ноль процентов это означает что щелчки мыши не будут никак озвучиваться программой если же поставим больше то соответственно щелчки будут анимировать щелчок эта вкладка отвечает за то что когда вы нажимаете левой или правой кнопкой мыши то загорается соответствующая звезда здесь вы можете поставить ее размер и цвет для левой и правой кнопки соответственно вот собственно и все самое важное во вкладке прочее и последняя вкладка вид здесь очень полезно есть запись пауза изначально здесь стояла по умолчанию f2 но я поставил четверку так как мне это удобно а также вы можете настроить сами как хотите эти клавиши просто выбирайте поле и нажимаете определенную клавишу на клавиатуре да и тогда вы можете например на 3 на 4 и 5 поставить запись либо остановку либо снимок с экрана это очень удобно и еще что здесь очень полезно это при записи окно гиперкэм то есть программы можно свернуть на панель можно оставить открытым или совсем скрыть но я выбираю свернуть на панель и тогда при записи давайте кстати начнем запись вот мы видим наша программа создала такую небольшую панельку здесь мы можем поставить на паузу либо остановить совсем либо сделать снимок с экрана либо поймать курсор поймать курсор означает что он будет отображаться или не отображаться чтобы остановить запись нажимаем стоп и если мы сейчас перейдем в эту папку то мы видим вот создана запись сегодня то есть 26 августа в 1332 то есть это та самая запись которую мы только что создали вот собственно и все программа очень простая и пользуйтесь на здоровье скачивайте эту программу внизу если у вас возникли какие-то вопросы пишите в комментариях на этой странице если вам понравилось видео обязательно нажимайте лайк мне будет очень приятно с вами был алексей радонец до следующего раза